Вопрос по коллективной ответственности. Как я вижу, на каком-то уровне она базируется на контексте, но так или иначе россиян в России большинство, и не обязательно через демократические механизмы, но они так или иначе решают, куда едет Россия как государство, откуда он берется, элиты, запад. Это классическая интуитивная ошибка, которая возникает за счет той индоктринации, которую человек получает в школе, например. В школе внушает, что у человека есть гражданский долг. Долг, который он получает по принципу коллективной ответственности, по принципу того, что вот он рожден, он говорит на определенном языке, и вот из-за того, что вы родились в Москве, говорите на русском, вы уже задолжали по факту своего рождения государству. С этой мыслью человек воспитывается на протяжении всей своей жизни. Потом к нему приходит военкомат, говорит, что ты должен государству здоровьем рискнуть, а то и жизнью. Потом приходят какие-то чиновники, говорят, что ты должен государству деньги отдавать. Вырастая в такой среде, ты начинаешь некритически относиться к любым другим попыткам вменить тебе ответственность за то, за что ты ответственность никогда не брал, тем более вину, которую ты на себя никогда не брал, за поступки, которые ты никогда не совершал. Это происходит на самых низовых уровнях постоянно в школе. Училка говорит, мне все равно, кто это сделал, вы все за это ответите. Я думаю, любой, который учился в школе, тем или иным образом с этим сталкивался. Да что в школе в университетах? Я в университете с этим сталкивался. За те два года, что я учился в РГГУ перед тем, как перевестись в английский университет, я буквально попадал в такую ситуацию, где у нас был не совсем адекватный преподаватель по праву. После того, как один из студентов опоздал, он устроил истерику и вызвал нас всех на ковер и потребовал, чтобы мы оправдывались за своих сокурсников. И каждый, кроме меня, в рамках этого разговора попросил прощения. Я на это смотрел вот такими квадратными глазами. Был одним из последних выступающих и сказал, что я не понимаю, за что тут должен просить прощение кто-либо, кроме самого преподавателя, что вся эта сцена глубоко отвратительна и что это вообще оскорбляет мое достоинство. Был большой-большой скандал. Поэтому человеку с детства внушают ответственность за события, за вещи, за решения, к которым он не имеет никакого отношения, над власти, над которыми он не имеет. И это постепенно-постепенно становится второй натурой. То есть человеку становится проще признать, что он ответственен, чем сопротивляться. И на это делают ставку политики, которые сегодня пытаются внушить русским людям ответственность и вину за преступления, которые над нами совершил режим Владимира Путина. Они делают ставку на наш Стангольмский синдром, они делают ставку на ту пропаганду и ту промывку мозгов, которую над нами совершил путинское правительство. И рассчитываю воспользоваться нашей травмой воспитания в государственной школьной системе, рассчитываю воспользоваться этой нашей травмой для того, чтобы поставить себя в привилегированное положение и заставить нас платить за то преступление, которое было против нас же совершено. То есть механизм очень простой. Именно поэтому это вызывает у меня такое искреннее отвращение. Я знаю, что люди, которые рассуждают в категориях коллективной ответственности, политики, которые рассуждают в коллективной ответственности, они понимают, что делают. Они прекрасно знают, на какие слабости опираются для того, чтобы эту коллективную ответственность вменить. Они знают, что они совершают преступление над уже пострадавшим от преступления человеком. То есть, это вот такое самое хищническое поведение. Политик видит раненого, да, как волк видит раненого и его добивает. Вот чем они руководствуются. Поэтому у меня это прямо настоящий гнев вызывает.